Прямо сейчас переносимся на 20 лет назад Хорошее у нас было детство, может быть трудное, но хорошее Мы проводили много времени на свежем воздухе, а сейчас дети не выходят из дома, вцепившись в игровую приставку Именно в 2003-м состоялся дебют певицы Кати Лель на легендарной песне года Музыка и стихи Максима Фадеева «Мой мармелад» Эта песня напрямую связана с моей душой, потому что она очень кокетливая, она очень игривая Она жизнерадостная такая, какая есть на самом деле, поэтому я очень дорожу этой песней и очень ее люблю Поет Катя Лель Именно в тот год, ровно 20 лет назад, вся страна напевала После у Кати Лель было еще много хитов «Я по тебе скучаю», конечно же «Муси Пуси» и «Моя любимая долетай» Но прошли годы, и теперь Катя Лель скорее ассоциируется со статьями в «Желтой прессе» Авторы которой любят расспросить ее о встречах с пришельцами и похищении зубов Почти каждый день тарелки за окном в центре Москвы, в Новослободской Были взяты зубы с планеты такой-то у Кати Чуприниной 16 лет И вдруг, о чудо, спустя 20 лет новая волна популярности И на этот раз уже мирового уровня Иностранцы полюбили песню «Мой мармеладный» Тиктокеры из самых разных стран танцуют по трек, повторяя слова «Муа-муа» и «Джага-джага» Очень многие тиктокеры подпевают Кате в роликах «Меховых шапках» и «Шубах» Ведь именно так они представляют жителей заснеженной России Так откуда взялся этот тренд? На самом деле его начали все-таки русскоязычные тиктокеры Под слова «Я не права» они в шутку рассказывали, за что готовы простить предательство Но тренд не прижился и быстро закончился Но песню заметили зарубежные тиктокеры и понеслось Сама Катерель уже призналась журналистам, что безумно счастлива, что «Мой мармеладный» теперь звучит по всему миру На данный момент только в тиктоке вышло больше 100 тысяч роликов с танцами по трек 20-летней давности Попробуй «Мой мармеладный» Попробуй «Джага-Джага» Попробуй «Мой мармеладный» Мне это надо, надо Опять мне кажется, что кружится голова «Мой мармеладный» «Я не права» Попробуй «Мой мармеладный»